Итак, добрый день! Сегодня мы с вами поработаем с разрезами. Научимся создавать необходимые слои, научимся их моделировать с плана нашего этажа на план нашего разреза. Я сегодня буду базироваться на вот таком вот примерчике. Вот он план первого этажа, лестница подрезана. На плане второго этажа лестница будет целиковая, потому что лестница в подвал у молодого человека была сделана с улицы. Поэтому не будет лестницы с первого этажа в подвал. Ну, или с подвала на первый этаж. Мы с вами заходим в свойства слоя и создаем первоначально два новых слоя. Конкретно это слой разрез 0,5, цвет любой, continuous 0,5. Второй слой разрез 0,25, continuous 0,25. Толстая и тонкая линия, необходимая для построения нашего разреза. Закрываем свойства слоя. Перехожу на план первого этажа. Для начала я спроектирую вспомогательную линию. Слой разрез 0,5 делаю активным. Разрез 0,5 делаю активным. Вспомогательную линию, которую вспоминаем у нас с вами. Здесь уже у меня осталось обозначение разреза. Мы с вами должны проводить разрез по подъемной части марша нашей лестницы и смотреть по направлению на второй наш марш. Базируясь от плана второго этажа, по сути дела я вижу, разрезаю вот этот марш и смотрю по направлению на второй марш. То есть разрезается подъемный марш основной части нашей лестницы. Мы не смотрим на подвале. Мы смотрим основную лестницу с первого этажа на второй. Формально она будет проходить вот в этом месте. Дальше что я делаю? Копирую все, что мне необходимо. А конкретно это только план первого этажа. Условное обозначение я мог бы и не захватывать. Копирую его. Вверх, вниз, вправо, влево, без разницы. И поворачиваю, чтобы смотреть на свой разрез, по сути дела, снизу вверх. Нарисую вспомогательную стрелочку, чтобы чисто можно было понять вам, куда я буду смотреть. Так же я сделаю, перенесу свой план второго этажа. Копировать. Перенесу план второго этажа. Тоже его поверну сразу же. И наложу ось на ось. Дальше что? Саму вспомогательную линию для построения разреза. Я скопирую. Пускай на пересечении, с привязкой пересечения между осями. Это получается ось. А2. И наложу сверху на ось А2, чтобы она проходила в том же самом месте. Мой разрез. Дальше что? План подвального этажа. То же самое. Я его скопирую. Копировать. Перенесу. Разверну. Наложу ось на ось. В данном случае ось B у нас здесь только осталась. Разрез. Перенесу. Опять скопируем привязку между осями. Так как я помню, что у меня оси А нету. Я между оси B и 1. B2. Прошу прощения. B2. В принципе туда же и попал. Что я проделаю теперь? Вот и перенес три основных обозначения. На самом деле план кровли мне тоже пригодится. Я его сразу же тогда перенесу, чтобы он у меня остался. Копировать план моей кровли. Разверну его. Наложу ось на ось. В данном случае у меня есть пересечение оси 1. Оси... Прошу прощения. Мне проще было наложить ось B. Накладываю ось B на ось B. Вот таким вот образом. Дальше что я делаю? Ну вспомогательную линию для разреза тоже перенесу. Чтобы уже в дальнейшем к этому вопросу не возвращаться. Вот таким вот образом. Теперь что я начинаю делать? Построю сначала вспомогательную линию. В любом месте нашего планчика выше. Над всеми основными планами моего разреза. Строю вспомогательную линию. Которую будет мне показывать пол моего первого этажа. Базируясь плана первого этажа. Что я делаю? С первого этажа. Вот у меня точка пересечения. Я сначала основной контур рассматриваю. Крыльцо я не смотрю. То есть вот у меня облицовочный кирпич. Тяну вверх. Дальше что я делаю? Выделю эту линию. Нажму функцию копировать. И начинаю расставлять по линии пересечения с основными элементами. Которые у меня режутся. Лестницу пока не затрагиваю. Иду по стенкам. Все что у меня разрезалось я перенес. Смотрю выше. Что я делаю теперь? Произведу функцию сместить на высоту 3 метра. Это высота этажа. Дальше сместить 150 миллиметров вниз. В верхнюю линию смещаю. То есть вниз. Вниз. Чтобы показать перекрытие. Линию, которая у меня была базовая. Тоже на 150 миллиметров смещаю вниз. Чтобы толщину перекрытия между первым этажом и подвалом показать. Что я проделаю теперь? Выделяю все элементы по своему проекту. И при помощи функции обрезать удаляю все сверху. Удаляю все по бокам. Мне пока это все остальное не нужно. Но снизу я оставляю. Что я проделываю теперь? Начнем постепенно. Выделю все элементы. Можно сразу же все. И вспоминаем по прошлому семестру. Как у меня будут выглядеть мои стены. При помощи функции обрезать. Я смотрю верхнюю сначала часть. У нас с вами вот эта плита перекрытия. 150 миллиметров. Сейчас я размеры еще проставлю. Основной несущий элемент, наш кирпич 380, не проходит через железобетонную плиту. Соответственно я должен удалить вот эту линию. Дальше я вспоминаю. Плита перекрытия у меня опирается на основной несущий слой. Соответственно она не проходит дальше. Поэтому дальше линию я тоже убираю. Здесь проделаю то же самое. Стена у меня не пересекает перекрытия. Перекрытие опирается на несущую стенку. Здесь то же самое. Мы с вами разобрались сверху. Как будет выглядеть? Снизу. Что мы проделаем снизу? То, что мы уже с вами разобрались, стенка не будет пересекать. Дальше то, что мы уже с вами разобрались, перекрытие не будет пересекать мою плиту. И не будет пересекать утеплитель с облицовкой. Он пошел ниже. Я пока его оставлю, он не необходим будет для построения моего подвала. С левого края проделываю то же самое. Стенка не разрезает плиту перекрытия. Облицовка не разрезает. Дальше, что мы с вами проделаем? Мы с вами перенесли основные элементы, которые режутся. Теперь я перехожу в слой, разрез 0.25. И буду проецировать линии, которые у меня не разрезаются, но которые я все равно вижу, согласно поле своего зрения. А конкретно, все проемы... Можно прямо от стенки. От перегородки. Все проемы, перегородки мне необходимо перенести. При помощи функции копирования теперь разношу все, что вижу. Дверь. Здесь я больше не увижу ничего. В этой части объекта я не увижу ничего. Но еще в винт-канал увижу, потому что он здесь построен. Все. Возвращаюсь в свой проект. Выделяю все элементы. Обрезаю все, что сверху. Обрезаю все, что располагается в плите перекрытия. Дальше что? И обрезаю в плите перекрытия тонкие линии, которые мне не нужны. И с подвала удаляю пока. Вот он, мой план этажа. Что мы теперь делаем? Показываем нашу дверь. А конкретно между этими двумя линиями, вот между этими двумя, у меня здесь располагается дверной проем. Соответственно, между ними мне нужно построить п-образного профиля коробку. Высотой 200 стандартная моя дверь. И вниз. Вспомогательные линии я удаляю. Эта линия у меня перегородка, которая будет упираться. Она не режется, но мы ее видим. Она будет у меня идти до плиты перекрытия. Эта линия, вспоминаем, у меня винт-канал. Вот он. Мы его с вами тоже увидим. Теперь что мы делаем? Лестницу будем переносить. Для правильного построения лестницы лучше всего использовать лестницу плана второго нашего этажа. Главное ее правильно наложить. Скопирую лестницу, наложу ее на план первого этажа. С привязками всеми необходимым. Наложу ее на план первого этажа. Вот она будет выглядеть целиком, моя лестница. Я перехожу назад в слой. Разрез 0,5. И буду переносить лестницу. Начинаю через все линии, которые у меня разрезают подъемную часть марша моей лестницы. И пошли. Раз. Теперь копировать. И начинаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше площадка идет. Я только сначала первую часть. То, что режется толстыми линиями. И начинаю постепенно. Подвожу свой взгляд вверх. Вот моя первая ступень. Сейчас уже нужно будет понять подстепленок, сколько у молодого человека. Я не помню по памяти. Но насколько я подозреваю, 150 миллиметров. 150 миллиметров. Соединяем. 150 миллиметров. Соединяем. 150 миллиметров. Соединяем. 150. Соединяем. 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 150. Соединяем. А дальше площадка тоже толщиной 150 миллиметров. Соединяю и сразу же ее закрою. Удаляю все, что мне не нужно. Вот он мой подъемный марш. Провожу линию, чтобы чисто обозначить толщину материала подъемной части марши моей лестницы. Вот лестница у меня пошла вверх. Теперь, что я делаю? Перехожу в слой разрез 0,25. И начинаю строить. Начинаю с той ступени, которая не режется, но располагается дальше от пространства моего вида. Кстати, сейчас я немножко здесь удалю. Посмотрю. Здесь перегородки нет. А на первом этаже здесь есть перегородка, поэтому по факту я не увижу все, что у меня располагается за этим маршем. Но давайте представим так, что у меня там нет перегородки. Давайте я ее подредактирую немного. Чтобы показать вам, как делается, если перегородки нет. Сейчас я то, что не нужно, расчленю. И соберу. Но якобы здесь нет перегородки. Эту часть я оставил, потому что мне все равно нужно будет показать марш моей лестницы. Так вот, здесь у меня нет перегородки. Я перехожу в слой назад. Разрез 0,25. И начинаю проецировать ту оставшуюся часть марша моей лестницы, которая не режется. Опять же повторюсь, у меня там была перегородка, поэтому по факту я не должен вторую часть марша проецировать, потому что я ее просто не увижу из-за перегородки. Проецируем все необходимые элементы. И продолжаем здесь в том же самом духе. От моей площадки 150 соединяем, 150 соединяем, 150. Прошу прощения. Включу режим орта. А то я вот здесь уже промахнулся. Главное правильно настраивайте привязки, а то может быть вот такая ошибочка, как и у меня. При активном режиме орта лучше сделаем. 150 соединяю. 150 соединяю. Да, мог откопировать, но я лучше постепенно, монотонно все это сделаю, чтобы вы в дальнейшем уже нигде не ошиблись. 150 соединяю. 150 соединяю. Соединяю и обнаруживаю то, что у нас с вами ошибка и нужно было 200 миллиметров сделать. У меня лестница моя не доходит до плана моего второго этажа. Ничего страшного. Переделаем. Возвращаю слой разрез 0,5. Значит подступенный к 200 миллиметров у молодого человека был. Тонкие линии оставлю, я в них не запутаюсь. Ладно, чтобы вы тоже не запутались, я их сейчас удалю. Разрезаю 0,5, начинаю переносить назад. Все снова с нуля. Копировать. Переношу. Сейчас, одну секундочку. И начинаем. 150. Тьфу, 150 миллиметров мы с вами уже сделали. 200 миллиметров. 200 миллиметров соединяю. 200 миллиметров соединяю. Чтобы как-то ускорить процесс, я буду копировать. На этот раз уже. Соединяю, соединяю, соединяю. Есть у меня площадка. Удаляю толстые линии. Мне они уже не нужны. И провожу линию для обозначения чисто толщины моего марша. Она произвольнее подбирается. Главное, чтобы потом штриховку сюда уместилось. Либо дерево, либо металло. Об этом мы с вами будем говорить немножко позднее. Возвращаю слой разрез 0,25. И переношу те линии, которые не режутся. Опять же, вспоминаем то, что я вам сказал. У меня здесь должна была быть перегородка. Я ее сейчас для вас обрезал, чтобы показать, как отображается оставшийся подъемный марш. Начинаю переносить. И теперь все сначала. Снова возвращаюсь в акционный режим орта. Опять, чтобы ускорить процесс, скопирую все, что необходимо. И последний марш. Вот он на последний шаг будет. На последнюю ступень 200 мм. Что мне необходимо знать? Мне необходимо теперь проем перекрытия под лестницу сделать. А конкретно вот эта часть у меня вообще перекрытия уйдет. Поэтому я в данном случае мог запросто продлить линию стены. Вспоминаем проем перекрытия под лестницу. Теперь я могу ее обрезать. И у нас перекрытие только в данном месте останется толстой линией. Вот таким вот образом. То, что касается плана первого этажа. По заполнению дверного проема мы с вами... Прошу прощения. Мы с вами переходим в разрез 0.25. И просто рисуем ручку двери там, где она должна быть. Смотрим на плане. В данном случае у меня дверь будет являться дверью левой. Она открывается левой рукой на себя. И, соответственно, ручка будет располагаться вот в этом месте. Заполнения никакое мы сейчас с вами не рисуем. У нас с вами отдельный будет чертеж по схемам заполнения оконных дверных проемов и витражей. То, что касается плана второго этажа. Второй этаж будет переноситься таким же самым образом, как и план первого этажа. Самый интересный план подвала. Я бы на нем хотел заострить особое наше внимание. Чтобы запроектировать план подвала, мне нужны две отметки. Во-первых, пол моего подвального этажа. И второе это... Земля. Пол моего подвального этажа. Для начала я выделю мой пол, получается, между первым этажом и подвалом. И смещу его, либо скопируем, без разницы. Смещу его на высоту 2,700. Вниз. Вспоминаем. У нас отметка пола первого этажа. Это 2,700. Давайте я поставлю основные размеры, чтобы вы не запутались, где чего я выносил. 150 миллиметров. 2,850. Просто размеры. Дальше. 150. 2,525. Сейчас я перепроверю себя. 2,525. Сейчас я перепроверю себя. О, 2,550. Да, абсолютно верно. 2,550. Дальше. Нижняя линия. Фундамент нашего первого этажа. Он у нас с вами будет не 150 миллиметров. В основании нашего подвала располагается плита 300 миллиметров толщиной. Поэтому я могу просто перенести еще на 150 миллиметров линию ниже. И продлю ее. Продлю ее подальше, потому что мы с вами будем еще выносить стенки подвальной части. Они у нас с вами больше, чем стены плана первого этажа. На данный момент я могу обрезать все, что мне не нужно. При помощи функции обрезать я удаляю все, что было снизу. Удаляю все, что у меня располагается в моей фундаментной плите. Вообще все. Удаляю. Сами выступы по фундаментной плите я оставляю. Дальше что я делаю? Перехожу в слой разрез. Да, дайте поставлю размер оставшийся. Перехожу в слой разрез 0,5. Базируясь от плана подвального этажа. Переношу основные линии. Раз. Дальше при помощи функции копировать. Переношу все то, что режется. В данном случае у меня разрежется и перегородка. Разрежется несущая. Разрежется перегородка с дверью. Независимо от того, что элемент, если у вас располагается в стене, в той же самой, он будет резаться. Но как раз на высоте, которую я сейчас буду вам показывать. Следующее, что мне необходимо, это отметка уровня земли. А увидеть я ее смогу с плана моего первого этажа. Минус 600. Хорошо. Что я проделаю? От нулевой отметки я черчу линию. На 600 миллиметров вниз. Чтобы получилось как раз минус 600. И провожу линию, которая рассекает мой подвал. Вот таким вот образом. Сейчас удалю, что мне не нужно. Чтобы глаза не мозолило. А для начала я разделаю всем, что располагается у меня внутри. Конкретно. Я удалю линии опирания. Моих внутренних несущих. Линия опирания контура моей несущей конструкции на внешнюю стенку. И теперь удалю все эти линии. Вот таким вот образом. Оставил только внешнюю линию контура подвала. И вот она, линия контура моего первого этажа. Что-то я кое-что немного забыл. Поэтому я сейчас перезапишу этот участок видео. Мы с вами остановились на том, что прочертили линию вспомогательную, которая равняется отметке уровня земли. Она располагается на минус 600. Я взял эту отметку с плана первого этажа. Что я теперь делаю? Выделяю все необходимые мне элементы. Могу вообще все по проекту выделить. И буду обрезать те линии, которые мне не нужны. А конкретно линия от внешней границы моей стены из подвала, которая пошла у меня выше уровня земли. Утеплитель, облицовка и разделяющая линия мою стенку, чтобы она была единой. Я сейчас покажу на штриховке, как это будет выглядеть. Дальше с другой стороны проделаю то же самое. Раз, два, три. Секундочку, не то удалилось. Три, четыре. Далее линия через мой объект. Сейчас я покажу и размерами, и штриховками. Дальше что я проделаю? Слои, которые будут показаны у меня земля, 0,7. Я провожу землю. Раз. Пошла обтекать линия объект весь. Два. Теперь что мне необходимо сделать? Покажу вам. Вам это сейчас пока делать не нужно, но если хотите, можете идти вперед. Я пока это не советую делать, пока сделайте весь разрез полностью. То есть, крышу сделайте на Moodle. У нас с вами представлено, как делается разрез по крыше. Аналогичным методом на самом деле. Напоминаю, что здесь я еще не закончил, только основные базовые элементы рассмотрел. Все, что не режется, вот, например, дверь, перегородка, это все вы выносите согласно тому плану, тому пошагу инструкции, которые я сейчас показал. На подвале у меня тоже есть элементы, которые не разрезались. Я их не перенес, чтобы не тратить время, потому что они переносятся аналогичным методом. То есть, так же, как и по плану первого этажа. Дальше, чтобы для наглядности, как у нас строятся стены, потому что с этим самое сложное, я покажу вам это, как делается на примере штриховки. Просто штрихую область. Перехожу в слой штриховка. Штриховка. Для кирпича ANC32. Штриховка антативная. 0.35. Кирпич. 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 Ошибочка. Кирпич. 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 Дальше, что нам необходимо показать? Нам нужно поставить с вами две небольшие линии, которые у нас пойдут от отметки пола, от отметки 0 до земли. То есть, вот этот участок, это будет ставка материала другого абсолютно. Можете декоративный камень, либо можете использовать другой кирпич. То есть, от 0 до земли у нас с вами другой совсем элемент пойдет. Вместо облицовочного крепча. Можно оставить его. Лучше использую другой кирпич. Дальше. Перехожу в слой штриховки. Заштрихую дальше все, что необходимо. Штриховка. Тем же самым кирпичом заштрихую верхнюю часть облицовки. Только верхнюю часть облицовки. Перегородки, которые разрезались. Все. Остановлюсь. Снова. Дальше. Штриховка. Снова кирпич. Единственное, что, чтобы показать другой совсем материал, мне необходимо штриховку повернуть. Я не случайно ошибся после выполнения штриховки кирпича. Нажал Escape. И якобы снова выполняю штриховку. Потому что, если бы я повернул ее сейчас, то у меня бы вся штриховка развернулась на 90 градусов. Другой используемый материал показывается той же самой штриховкой кирпича, только повернутой на 90 градусов. В графе угол, где у нас над 0,35, ставим 90 градусов. Enter. Ставлю штриховку раз, ставлю штриховку два. Обратите внимание, что сверху от нижней грани угол отличается. Расставлю все оставшиеся штриховки сразу же, раз уже начал я делать. А конкретно, Antis35 это железобетон. Сейчас отодвину курсор. Железобетон, железобетон. И утеплитель наш, Antis37. Сейчас сверху еще не расставил железобетон. Сразу же сделаю, чтобы было. Единственное, что я сейчас сделал, какую ошибку допустил, это не повернул штриховку на 90 градусов. Поэтому мне придется сейчас откатиться и проделать все то же самое. Как вы видите, ошибку совершить может каждый. Поэтому ничего страшного, даже перезаписывать этот момент не буду, просто откачусь назад. Вот она, до штриховки железобетона. И снова штриховка. Возвращаю нулевой угол. Antis35. Железобетон. 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 Штриховка. Утеплитель. Утеплитель. Дальше, чтобы было сразу же вам видно по размерам основным, я их сделал не в правильном слое. Я их делал то же самое, что вверху у меня разрез 0,25, то есть тонкими линиями. Просто, чтобы показать вам, что у меня с габаритами получилось. Габарит от пола до потолка в подвале 2,550. Габарит моей фундаментной плиты 300 мм. Ее толщина. Дальше. Здесь, у стены, вот они 20 мм, которые у нас с вами скрыты землей. И на фасаде мы их не увидим. Кто сделал на фасаде, тот сделал ошибку, об этом говорилось. Этот размер по факту не нужен. Я его просто выношу вам для понимания. И от нуля до земли, те же самые 600 мм, он тоже не нужен, это я вам для наглядности показываю. Он у нас, я взял его с плана первого этажа. Вот он, на крыльце то, что вы расставляли. Все предельно просто и понятно. Напоминаю, что еще необходимо доделать. Это только базовые элементы построения самого плана разреза. Мне еще добавить надо тонкие линии, элементы, которые не режутся. Что мне еще нужно добавить? В мой план кровли еще нужно добавить. План второго этажа у меня здесь отсутствует. Поэтому все необходимо проделать по Moodle курсу сначала. А это только базовые элементы, которые пошагово дальше вы уже сможете проделать и посмотреть данную инструкцию. Это основная часть, которую я хотел вам рассказать по нашим разрезам. Дальше будет еще вспомогательный урок в ближайшее время. Это по штриховкам, опять же, по высотным отметкам. Пользуйте динамическими блоками, которые указаны на Moodle курсе у нас. Задавайте вопросы. Надеюсь, что и моим студентам было полезно это видео. И те, кто будет случайно попадать на мой канал, тоже. Как-то отмечайте, нравится ли вам не нравится то, что я записываю. И буду рад вас увидеть, можно так сказать. Все. Всем спасибо, что слушали меня. Субтитры сделал DimaTorzok